Добрый день! Когда-то это разделение было не так принято, например, в Вавилонском Талмуде мы можем увидеть, как Раший цитирует книгу, он пишет так, этот стих находится в книге Езры, где через запятую, нехемия, глава такая-то. То есть было очевидно для всех, все всегда знали, что это одна книга, разделенная на две части, но в любом случае это какая-то веха, это окончание изучения, рассмотрения жизни великого Езры, которого наши мудрецы сравнивают с Моше Рабейну и говорят в Вавилонском Талмуде, мудрецы, что если бы Езра родился в правильное время, то есть, скажем, не так, а простируем точности, как наши мудрецы это говорят. Достоин был Езра, чтобы через него была дарована Тора народу Израилю, чтобы через него была спущена Тора с небес на землю, но что делать раз Моше Рабейну, Моше его опередил. То есть, Езра родился не в то время, но достоинств у него было предостаточно. И вот сегодня мы заканчиваем его книгу о его жизнедеятельности, о его творениях, делах. И самый важный момент — это война с явлением, которое называют наши мудрецы Нисуэй, Таоровет, смешанные браки, нашимнухриот, нееврейские жены. И вот это основная его война, основная его миссия, на которую он положил всю свою жизнь и отдал все свои силы. Она описывается не только в 9 главе, но и здесь в 10. И давайте же начнем. Говорится в трактате «Юма», 86-й лист, 2-я страница. Говорится там, что наши мудрецы озвучивают нам такое правило, что чуват яхид — раскаяние одного человека. Когда какой-то человек, важный еврей, как правило, способен раскаяться, и по-настоящему это может повлиять и на других. То есть даже если другие люди не планировали, у них в их планах не было поступить таким образом, они не размышляли об этом, или даже, может быть, они вообще не имели к этому греху отношения никакого. Тем не менее, вот если один человек показывает личный пример и делает это сильно, по-настоящему, то и другие присоединяются к этому. И так копора искупления приходят всему народу. И здесь мы видим в стихе, в первом стихе 10 главы, что собрались люди, собрались женщины и дети, которые не имели отношения к этому греху. Дети вообще не имеют отношения к грехам до определенного возраста. А женщины, мы говорили об этом в 9 главе на предыдущих уроках, что наши мудрецы уточняют, замечают, что все время говорится о том, что наши пращуры, те евреи, которые вернулись из Вавилона, из Вавилонского изгнания, точнее, скорее всего, из Персии уже, под их егидой и по их разрешению, которые вернулись в святую землю, в основном мужчины грешили тем, что они брали, вводили в свой дом, или же женились изначально на нееврейках, или же дополнительно к своим женам приводили в дом еще и нееврейских женщин. Женщины еврейские, то есть отцы, которые искали шедух, искали сватовство, искали жениха для своих дочерей, понимали, что отдавая свою дочь замуж за другого, за мужчину нееврея, они практически обрезают будущее у своих внуков, потому что отец, который является в большинстве семьи главой семьи, и он главенствует и решает, что какая судьба, какое направление, чем будет жить его ребенок, это значит, что отец сможет выбрать для своего ребенка путь, скорее всего, такой же образ жизни, какой вел и он, который нравится ему. Соответственно, нееврейский образ жизни. И поэтому еврейские отцы не отдавали своих дочерей замуж за неевреев, а в основном вот это вот явление страшное было в обратную сторону, то есть, точнее, однобоким, когда мужчины брали в свой дом, водили в свой дом нееврейских жен. И вот дети и женщины также попали под влияние плача, распластывание эзры перед храмом, и они чувствуют грех той небольшой части народа, потому что это не было поголовное явление. Мы увидим здесь в конце главы, что перечисляется всего, 100 всего, мы не знаем цену греха и цену заповеди, но... И поэтому нельзя говорить, о чем там погибло всего 36 человек при взятии города Ай в книге Иошуа. После Ерехова начинается война против города Ай, и там погибает 36 человек. Есть мнение, что это один еврей очень важный, который был Шакуль. Шакуль, то есть, имел удельный вес, важность его равнялась 36 евреям, половина Сан-Эдрина. Но даже если и... Я вот помню так, я на своем первом уроке, когда еще в своем городе первый раввин приехал уже больше 20 лет назад, и тогда один человек задал вопрос. Он так и сказал, всего 36 человек привыкли видеть войны, где погибают десятки миллионов людей за какие-то годы. сражения, где гибнут сотни тысяч людей. Здесь всего 36 евреев, а раввин ему сказал, всего? Ты не так должен, не с такой интонацией. 36 евреев? 36 евреев погибло. Вот так вот нужно подходить к вещам. Поэтому я и с остережением к своей интонации отношусь к 113 евреям. В общем, 113 евреев в конце перечисляются тех евреев, которым не было исправления, которые должны были окончательно развестись со своими женами. Это значит расстаться со своими детьми, которых они успели родить, вот этих жен. И несмотря на то, что вот это явление, мы видим, что оно было лишь у какой-то части еврейского народа, тем не менее влияние или то, насколько разорялся, то, насколько тяжело относился к этому Эзра, повлияло и на других, и люди стали также плакать, теперь, наверное, по-новому ощущая и видя, насколько эти грехи тяжелы. Стих 2. «И воскликнул Шханья бен Ехиэль из потомков Эйлама, и сказал, Эзра, совершили мы преступление перед Богом нашим, и поселили чужеземных жен из народов страны. Но ныне есть в этом деле надежда для Израиля». Личность этого человека находится под вниманием наших мудрецов, и есть спор на эту тему, кто же он такой, почему именно он взял на себя ответственность, почему именно он называет грех общий народа Израиля, как грех и свой. Имел ли он к этому греху отношение или нет. Значит, и наши мудрецы говорят, кто это такой? Пытаются читать списки, и вдруг что они видят? Что есть дальше в списке людей, которые, список 113, которым было приказано расстаться со своими нееврейскими женами после проверки. Среди них фигурирует человек, которого зовут Ехи-Эль. Ехи-Эль из Эй-Лама. Нет. Одну минутку. Нет, верно, верно. 26 стих, 10 глава. Кто хочет, может посмотреть, перелистнув две страницы, если вы держите книгу издательства Массадров Кук, книгу «Свод писаний». Сказано так, в 26 стихе. «И из сынов Эй-Лама» — это не человек, которого звали Эй-Лам, а выходцы из страны Эй-Лам. Где-то там, в Вавилоне, где-то там, в Персии, какая-то область. Знаете, что современный Иран, он включает в себя несколько областей, разные государства, которые на разных этапах истории главенствовали или доминировали. Парафианское царство или Персия, откуда и древнее название, это больше центральная северо-восточная часть Ирана. Парас. Нет, подождите. Парафиане, медийцы, Парас. Наверное, Парафиане и Парас — это разные вещи. Так мне помнится, там есть три части. Мидия — это более государство на севере. Все это были народы, которые говорили на иранских языках, поэтому между ними сегодня нет большой разницы между этими областями, и все это называется один иранский народ. Но есть там и область Эй-Лам, в древние времена была. И вот и сынова Эй-Лама — Матания, Захария, Ехиэль. Ехиэль. Так вот этот Ехиэль, здесь у нас что сказано во втором стихе? Шхания бен Ехиэль, сын Ехиэля. Говорят мудрецы, он есть тот же человек. Он является сыном этого Ехиэля. Почему он вдруг вступается за народа Израиля? Почему он первый выступает и берет как бы вину на себя? Объясняет нашему мудрецы, что отец его, Ехиэль, почему он там фигурирует в списке? В списке из людей, которые должны были развести со своими женами. Мама, значит, Ехиэль, отец Шхания, женился на еврейке и родил сына Шхания. Но потом он еще и ввел в свой дом нееврейскую жену. И вот семья не очень-то протестовала. Могли бы строить какой-то бойкот, могли бы показать свое недовольство. Извини, пожалуйста, к нам в гости на шаббат с этой дамой не приходи. Мы ее не знаем, для нас она не существует. Но, по-видимому, по каким-то причинам, по ошибкам. Мы видели уже, как сложно извлечь Аллаху, как много споров в Талмуде на этот счет. О ком говорят эти стихи? Есть мудрецы, которые считают, что этот стих говорит только о семи кнанейских народах, а другие народы не запрещены. Ну и так далее. Смотрите, прошлые и позапрошлые уроки об этом говорили много и подробно. Так вот, по каким-то причинам семья абсорбировала эту жену, и теперь он чувствует свою вину, хотя сам он не женился, не идет речь о нем, а идет речь о его отце. И вот поэтому он и как бы, действительно имея прямое отношение к этой проблеме, выступает с заявлением, беря на себя вину. Но в Вавилонском Талмуде в трактате Сан-Хедрин есть другая история. Приводится другая история, трактат Сан-Хедрин, одиннадцатый лист, первая страница, и рассказывается там, вереница, приводится цепочка разных событий, где вывод, который мы должны, или тот мусар, тот леках, морально-этический какой-то вывод мы должны почерпнуть. И вот эти рассказы, они все говорят о скромности людской. Не просто о скромности, а о нежелании людей оскорбить другого. Когда какие-то евреи брали на себя вину, не имея отношения к этой вине, для того, чтобы только бы другой еврей, который действительно, скорее всего, имеет отношение к этой проблеме, чтобы не вскрылась истина, и чтобы он не остался, на него не пало подозрение. Не был я позорен. Рассказы, Гмара начинает историю с Рабангом Лиэль. Рабангом Лиэль объявил о том, что люди должны прийти, должны прийти семь судей в определенное здание, для того, чтобы сделать ибур шана. Что такое ибур шана? Шана Мюберет — это высокосный год по-русски. У евреев это делается раз в три года. И для того, чтобы этот процесс начать, чтобы объявить, что вот следующий год у нас будет, или этот год у нас будет высокосным, учат из стихов, что должны прийти семь евреев. Также учат из стихов еще один закон, что должны быть эти судьи приглашенными, специально приглашенными. И вот Рабангом Лиэль приходит в это здание, в это помещение и обнаруживает там не семь, а восемь евреев. Кто-то пришел лишний, тот, кого не приглашали. И Рабангом Лиэль, говорит, тот, кто не был приглашен сюда, он-то знал, но, наверное, тоже не хотел левоешь, не хотел позорить этого человека, пусть он встанет и уйдет. И тогда встал один еврей. Встал один еврей, звали его Шмуэля Катан. Это было переносное, аллегорическое название такое, потому что он был не Шмуэля Катан, а Шмуэля Гадоль, Шмуэль Великий, Большой. А Шмуэля Катан его звали, показывает, что он все время, это было прозвище, которое должно было объяснить, что этот человек всегда делал себя, принижал себя, всегда делал себя ниже других, всегда вел себя, вероятно, скромно. Шмуэля Катан встал и ушел. И, несмотря на то, что он был приглашен, разумеется, что здесь возникают вопросы, и комментаторы там на месте, адрес я вам указал, разбирайтесь сами, обращайтесь, или проверяйте, есть ли где-то уроки на Сан-Эдрин, на определенный лист. Может быть, Рав Мэндл Агранович, который у нас много дает уроков на Пагмаре, а может, он уже эту тему объяснил, если преподавал этот трактат. Там, разумеется, мудрецы задаются вопросами, ну как же, что он сделал, что это за хохма такая, взять и уйти. Теперь что получается, остались семеро, но семеро, среди которых один неприглашенный, это значит, что ибурашана, то есть делание года высокосным, или провозглашение назначения года высокосным, будет неосоконным. Разумеется, мудрецы там всем этим занимаются, и разбирает, и отвечает на все эти вопросы. Но опять же, как повторимся, нас интересует здесь морально-этический аспект, а не аллахический, не закон. Спрашивает Гамара. О, Шмойля Катан вел себя очень скромно, здорово. А откуда он это взял? Откуда он... Он не додумался же, наверное, один, он как-то воспитывался, и были для него примеры. А, пример, пожалуйста, есть еще один пример, рассказывается о том, как раб Иуда Анаси сидел в Бейт-Мидраше, сидел в доме учения и преподавал, преподавал, изучали, наверное, талмуд или аллахум. И вот вдруг он почувствовал, что есть... От кого-то, извините, несет чесноком. И что делать? Раби Иуда, оказывается, не переносил запах чеснока. И тогда он сказал, тот, кто наялся чеснока перед уроком, пусть, пожалуйста, встанет и уйдет. Встал раби Хия и ушел. Вслед за ним встали все другие евреи и также ушли. Урок был сорван. На следующий день встречает сын раби Иуда Анаси, раби Хия. Ну и он приходит к нему с претензией. Послушай, дорогой раби Хия, но ты же большой человек, взрослый человек, талмихахам известный, на таких элементарных вещей не знаешь, не понимаешь. Прекрасно знаешь, что мой отец не переносит запах чеснока. Почему ты наелся и пришел? Он говорит, я, чтобы ты знал, я на самом деле не ел чеснок. Это не был я, но... Я не ел чесноку. Но я не хотел, чтобы тот человек, в конце концов, который будет вычислен по запаху или по... к которому придется встать, если никто другой не встанет, чтобы он не был вот так вот опозорен. Но говорит ему сын раби Иуда Анаси, ты же сорвал урок. Он говорит, наверное, раби Хия на это ему отвечает, ответил, что... что он считает, что лучше сорвать урок, чем урок Торы, чем опозорить человека прилюдно. Приводится еще одна не очень приятная история, когда женщина вдруг зашла в Бейт-Мидраж, где сидела масса Талмедеда Хахамима, мудрецов Торы, и заявила о том, что... перед Раби Мейером, Раби Мейер был главой этого Бейт-Мидража, заявила, что так произошло, что один из присутствующих здесь пришел на нее этой ночью и кидеш ее, то есть он даже это сделал во имя брака. И тогда встали один за другим наши мудрецы Торы и сделал это один, я не помню имя, кто это сделал, встал, написал ей Гет, показав, что это он. Он и вот разводное письмо. И вслед за ним встали и другие и сделали то же самое. Таким образом, опять же, затушевав ту единственную личность, которая, возможно, действительно совершила этот грех, а может быть, эта женщина и просто пришла с какой-то претензией, надеясь на то, что она сможет кому-то испортить жизнь. Спрашивают, откуда они учили, откуда учили все эти люди, если Раби Хия учился, история с Рабан Гамлиэлем, она произошла после истории того с Раби Хии, а это произошло после истории с Раби Мейера. А вот те, кто там выписали Гет всем в Бейт Медраше, они откуда учили все это? Тот, кто первый сделал это? Говорят наши мудрецы, так написано в книге, в Танахе, в книге Иошуа рассказывается о том, в седьмой главе, седьмая глава, одиннадцатый стих, если я не ошибаюсь, рассказывается о том, как город Ай, который штурмовали евреи, и с трудом смогли взять, и до того, как сразу же после первого поражения, когда погибло 36 евреев, Иошуа падает нить, спросит у Всевышнего помощи, разобраться, кто согрешил, что они сделали неправильно, что за это Всевышний не помог, да не послал им победу. И Всевышний говорит, что среди вас есть преступники, или преступник, который взял из запрещенного, когда евреи штурмовали. Ирихо, поскольку Всевышний участвовал в том, что стены не просто упали в стороны, а ушли в землю, и евреям легко было войти и обезоружить или уничтожить этот народ, населявший тех неевреев, которые, кнаонейцев, которые сидели в этом городе, так Всевышний запретил брать трофеи. Все трофеи принадлежат не вам, потому что вы за этот город практически не воевали. И вот нашелся человек, который, да, взял, речь там шла о дорогом халате, о лошон, лошон, это самородок, большой самородок, золото, и что-то еще. И он спрашивает у Всевышнего, ну, скажи мне, кто это? И вдруг Всевышний говорит ему, у меня что здесь есть, делоторин, я что, доносчик? Я не собираюсь тебе говорить об этом. Хочешь узнать? Потому что нужно совершить исправление. Хочешь узнать? Пожалуйста, бросай жребии. Выясняй таким образом. И, в конце концов, было схвачено племя Иуды, точнее, схвачено, замечено, что по жребию выпадает все время на колено Иуды, из всех семейств выбрали семейство Ахана, а потом из того семейства, из того семейного клана, и выше выпал жребий на самого Ахана, и Ахан признал вину. Признал вину не сразу, потому что Юошуа, когда сказал, что вот получается по этим всем жребиям, по этой лотерее, что ты виновен, а Ахан начал смеяться. Ты считаешь, что это доказательство, доказательство нормальное, это когда есть два свидетеля, что же ты меня пытаешься обвинить, причем приговорить к смертной казни на основании вот этого способа выяснения истины. И Всевышний попросил его, сказал, мало того, что ты преступник, так ты еще и сейчас бросаешь тень на жребий, который, тень сомнений на жребий, благодаря, при помощи которого будут делить, мы будем в скорости через 7 лет воевали, 7 лет делили, мы будем делить в течение многих лет святую землю между коленами, между семьями, кому какая досталась, будь добр, признай сейчас свою вину и давай на этом закончим. и Ахан признает свою вину, а как мы знаем, первая часть молитвы, Алейну лешабеах, состоит из, это молитва, предсмертная молитва, когда Ахана вели на казнь, Алькенни кавелиха, Ахан, вторая часть, вторая часть, Алейну лешабеах, это начал, составил эту молитву Аля Юошуа, а вторую часть, составил Ахан, перед смертью. Итак, вот получается у нас, что лучше, лучше взять вину на себя, даже если ты не виновен, потому что получается, что по этой гморе, по тому, как наши мудрецы относятся к Шхане, Шханья бен Йехиэль, они говорят, что это вот он и был, этот человек, и все они учили, Шханья бен Йехиэль, также он в этой цепочке тех, кто учил из Юошуа, и в конце концов, эти примеры, которые Агмара приводит для того, чтобы описать нам, как лучше не позорить другого, и даже ценой того, что ты берешь на себя всю вину, но не допускаешь позора других. Равмойши Файнштейн, взвех рацаник Леврахам, один из величайших мудрецов Торы и по ским прошлых лет, он на основании этого, на основании этих стихов из книги Йошуа, и это Игмары, он интересный, у него есть чувот, где он говорит, есть ответы на вопросы, где он говорит, что не так просто в классе преподавателю, после того, как что-то произошло в этом классе, какое-то событие не очень хорошее, что-то разбили, выяснять, вызывать каких-то явно невиновных учеников отдельно в кабинет и пытаться запугиванием или хитростью или просто взыванием к его совести пытаться вытащить информацию о том, что здесь кто-то был виновен. Чтобы он рассказал, он указал именно того, кто именно совершил это преступление в этом классе. Класс, хейдр, ешива, неважно. Как-то я слышал, что Хазунышу обратились с таким же вопросом, может ли преподаватель в хейдере или в ешиве иметь каких-то своих доносчиков, то, что мы называем стукачами еще. Так, сказал Хазуныш, что даже детский садик нельзя детским садиком управлять без того, чтобы ты не знал, что происходит в те моменты, когда у тебя нет глаз, когда ты не имеешь контроля над ситуацией. Но нужно делать это так, чтобы не развить в человеке вот эту вот жажду и любовь к доносам, и чтобы это было не на постоянной основе, а только лишь иногда и в ситуации, когда иначе поступить нельзя, иначе нельзя выйти из этой ситуации. Что еще мы можем сказать о Медраж? Есть Медраж? Что мы еще можем привести по поводу начала нашей главы и по поводу нееврейских жен и вот этого заявления Шхани бен Ехели из потомкова Илама? Совершили мы преступление? Есть Медраж, Медраж на книгу Эзры. Равмаснут составил его. Это не источник, который имеет отношение как большинство Медражей к Танаим. Но он собрал какие-то разные отрывки из разных наших источников и собрал это все в одной книге. Так вот, там рассказывается история о приводится Медраж из Медречет Раба о том, как Яков из Девре некий Рав, он не был Равином, он был просто самозванцем, Рав из деревни Некий Яков из деревни Наврои. Где эта деревня, в каком месте Израиля она находилась, нам неизвестно, Медраж не приводит, ничего не говорит о географическом ее расположении, ее расположении, но очевидно, что он где-то жил на севере, потому что рассказывается о его пребывании, о его посещении города Цор. Город Цор или Цур это Южный Ливан сегодня, побережье Южного Ливана, оплот Хизбаллы, если я не ошибаюсь, и туда он попал, поскольку это граничило с территориями Израиля, там, наверное, находились большие, в большом количестве евреи. И вот к нему пришлись с вопросом, можно ли, вот человек говорит, у меня родился сын, жена не еврейка, но мы живем как евреи, по-еврейски, и родился он в субботу, соответственно, день обрезания выпадает на субботу, можно ли обрезать моего сына в субботу, и Рав Яков из Наврои, Рав Яков, не говорится Рав, Яков из деревни Наврои, он сказал, что да, можно делать обрезание в субботу, разумеется, это не так, потому что только для еврея, только еврею разрешается нарушать субботу, нет, Могель, то есть тот, кто обрезание делал, он тоже нарушает субботу, ему запрещено обрезать не еврея в субботу, потому что он ее нарушает, ему можно нарушать субботу только в случае, когда он обрезает еврея, тогда суббота отодвигается, И вот об этом услышал Рав Хагай. И Рав Хагай вызывает этого Якова из деревни Навро и говорит, что за то, что ты так поступил, за то, что ты указал такую Аллаху, ты получишь плети, сет плетей. Сейчас, пожалуйста, медицинская комиссия установит, сколько ты можешь выдержать плетей по состоянию здоровья, ударов плетьми от 1 до 39. И, пожалуйста, это твое наказание. И Яков этот начинает спорить. То есть из этого Медраша видно то, насколько у людей, о чем мы говорили на предыдущем уроке, урок 2 назад, о том, как люди не понимали правильно Тору и как было много мудрецов в кавычках, которые трактовали из-за сложности понимания этих стихов, трактовали их неверно. И вот спрашивает Рав Хагай. Точнее, сначала Яков спрашивает, а за что ты меня наказываешь за то, что я указал здесь закон Торы? Да что ты говоришь? Тору наказал? Ну, а не какой Торы? Так он приводит стих из книги Бамидбар. Кто хочет, может открыть у кого под рукой. Первая глава, 18 стих, в котором говорится, и там такой смысл появляется, что и объявили они родословную по отчему дому своему. Значит, родословно идет по отцу. Отец еврей, значит, и сын еврей. Отвечает ему Рав Хагай, что, послушай, учится все иначе, но кроме того, помните, как мы объясняли эти стихи, не эти стихи, а другие стихи, это из книги Дворим, чтобы не отдавай своих детей, своего сына, чтобы не отвратил отец, если ты выдашь свою дочь замуж за нееврея. Так не делай этого, чтобы он, кто, отец, не отвратил твоего сына, имеется в виду внук, от истинного пути, от Всевышнего, не отодвинул его от Всевышнего. Значит, наши мудрецы учат, что, пусть это будет повторением, наши мудрецы учат, что если отец не еврей, а мама еврейка, то есть еще кого отвращать от Всевышнего, есть еще кого отталкивать от Всевышнего, значит, он еврей. А почему не говорится, что мама не еврейка возьмет и отвратит его от Всевышнего, потому что она уже, родив его, отвратила от Всевышнего, он уже не является евреем. И кроме того, у нас в книге Эзры сказано, вот, сказал слова Шханья Шханья из потомков Илама, совершили мы преступление перед Богом нашим и поселили чужеземных жен из народов страны. Но есть известное правило, в котором говорится, что не приводят доказательств аллахических, указания законов из Кабалы. Кабала имеет в виду не мистическая наука, а Кабала в данной ситуации под Кабалой имеется в виду Танах, то есть пророки и Писание. Ну, в конце концов, Рава Хагай убедил, привел еще несколько доводов, привел другие стихи, как мы это учили на прошлых уроках, все эти судьиот. И Яков этот принял на себя наказание с любовью, но этот ужасный мидраж показывает тот уровень незнаний, который был среди евреев. Потому что человек этот явно, почему к нему пришли? Он явно был каким-то, считался раввином, считался каким-то мудрецом, знатоком, знатоком Тор. И вот такие вещи очевидны, он вдруг указал, очевидны для нас сегодня. А путаница у них, по-видимому, была очень большой в те времена. Стих 3. А теперь заключим союз с Богом нашим о том, чтобы выдворить всех этих жен и рожденных ими по совету Господню и трепещущих перед заповедями Бога нашего. И да будет это исполнено Паторе. Во втором стихе у меня подчеркнуто слово «поселили». Дело в том, что если мы прочтем его на иврите, то мы увидим, что здесь Шханьян использует слово «ваяшиву». «Ваяшиву» — это как и перевели здесь, «Мосадровкук» правильно, «поселили». «Поселили среди нас нееврейских жен». Если посмотреть по всей главе, вдруг, если прочитать на иврите, везде встречается, когда говорится о нееврейских женах, постоянно говорится вот это слово именно не «лакахну», «лакахну», «лекиха», «лекахат» — это «взять». «Лекиха» — это обычно «ккиниян», то есть «приобретение». Когда говорится, что человек, и он «лаках ло ища», «лоли ища» — такую-то и такую-то даму, это означает, что он женился на ней на законных основаниях. Когда же человек живет с нееврейской женой, то она не является ему настоящей женой, соответственно, «лекухим» нету здесь, нет «ккинияна». И неправильно определять это явление или это состояние, неправильно его определять как «лекиха», как «ккиниян», а везде используется слово «яшиву». Стих восьмой «кто хочет проверить меня, а у того, кто не придет через три дня» и так далее. Нет, стих десятый. «Взяли вы жен» — здесь уже переводят «взяли вы жен», да, но опять же глагол на иврите, слово «ощиву». Семнадцатый стих, «которые взяли чужеземных жен» — «ощиву». Восемнадцатый стих, «что взяли жен чужеземных». А вот в конце, в конце, самый последний стих книги Эзры и 10 главы 44, здесь такие о женах говорится иначе, «насу нашим» такие, женились на них, но, не еврейских женах, то есть не «яльду», когда говорится, что родили детей или нажили детей, не говорится, как обычно принято, а говорится «ваясиму», то есть, опять же, на русский язык перевели «родили», потому что это правильно по смыслу, но имеет... И они усадили с собой «ясиму» или поставили в... Даже не знаю, как перевести точно по смыслу. И они, «ясиму» установили с собой сыновей. Почему? Потому что они не родили. Это не называется, что это твой сын. Поэтому определенные глаголы, определенные слова все время встречаются в этой главе, намекая нам на то, что это не жены и это не дети. Четвертый стих. «Встань, ибо тебе делать это, а мы с тобою крепись и действуй». И поднялся Эзра. И заклял он старших священников, левитов и весь Израиль, дабы сделать так. И поклялись они. Встал Эзра перед Домом Божьим и пошел в комнату Йоханнана, сына Эльяшиева. Вновь имя. И вновь оно не остается без внимания наших мудрецов, которые задаются вопросом, опять же, кто этот человек. Если уж он перечислен здесь, так, наверное, имеет какую-то важность, как всегда самый известный герр Иетро. Всегда говорят, за что? Чем он удостоился? Он такой чести, что целая недельная глава названа его именем. И, разумеется, объясняю, что это был большой человек и большой поступок, и важный для народа Израиля, в том числе, а не только для Иетро. Какая важность? Что хотят нам подчеркнуть здесь этими словами? В комнату. Что за комната? Это помещение. Возле храма, возле храмового всего этого комплекса были помещения, много помещений, которые некоторые использовали для склада, как склад, некоторые использовали для того, чтобы относить туда, чтобы люди сдавали туда Трумот, Маасрот. Потом их распределяли среди коинов-левитов. Вспоминайте наши самые первые уроки, когда Изра вынес такое постановление, что все должны обязательно отдавать Трумоту Маасрот в определенные лишкаот, в определенные помещения, чтобы их выдавали потом только тем левитам и коинам, которые будут служить в храме, а не тем, которые будут лениться прийти с периферии и участвовать в служении в храме. И вот есть какое-то еще одно помещение. Почему именно в него зашел Эзра? Это тоже не просто так, потому что человек этот был достойный и кошерный. Илья Шив. Давайте так, посмотрим всю родословную левитов, коинов. Вновь кто-то желает, кто не желает, а верит мне на слово, пусть послушает. Кто желает открыть книгу Инны Нехемия и проследить за мной, 12 глава, 10 стих. Вся глава в основном составлена из имен. Имен различных евреев важных, которые пришли с Рубавелем. Причисление того же списка, который у нас находится в начале книги Эзра, 2 глава. И вот в стихе 10 говорится так. И Ешуа родил его Якима. Ео Яким этот был первым, Ешуа был родным братом Эзры. Но Ешуа поднялся сразу, а Эзра нет. Почему? Знаете. Потому что оставался еще для того, чтобы изучать Тору от престарелого Боруха бен Нерия. И Ешуа, придя в храм, придя в Эрес Исраэль и участвуя в строении храма, и будучи единственным потомком того самого последнего первозвященника, который был еще убит в Ривле по приказу Набуха Днецера, разумеется, он становится первозвященником. Ео Яким, его сын, он родил Ео Якима. Ео Якима родил Елья Шива. Три поколения, все в порядке. Елья Шив родил Ео Яда, Йо Яда, Йонатана, а Йонатан родил Ядуа. Итак, у Елья Шива, обратите внимание, здесь фигурируют два сына по имени Ео Яда. Сын Ео Яда, а у Ео Яда он родил Йонатана. Дальше. Давайте спустимся здесь же, в этой 12 главе, от стиха 10 до 22. Сразу перепрыгнем и прочитайте еще раз. Левиты, Эль Яшив, Йо Яда, Йоханан. А кто был вверху после Йо Яда? Кто был у Йо Яда сыном? Йонатан. А здесь Йоханан. А у нас кто? В комнату у кого пришел Эзра? Йоханана. В комнату Йоханана сына Эль Яшива. Так, если вы еще не запутались, можете перекрутить потом урок, прослушать еще раз. Значит, Йоханан, кошерный еврей, Йонатан нехороший человек. Почему? Значит, Йоханан этот, он был, да нет, Йонатан, Йонатан, он женился на нееврейке. В в Самарии, в Шомроне, похват Шомрон, там жил один большой негодяй, лидер всех самаритян, которого звали Сан-Малат. когда я был в Москве, мне показывали, в Москве во время лекций, в прекрасной общине, где я, как правило, преподавал Ирава Гидалия Шестака, он мне показал книгу, одну старую книгу, всех монет, которые были во времена Талмуда, динары, прутот, говорят, что их очень много сегодня, арабы здесь, в Израиле находят на полях, есть постоянно какие-то посредники, которым они, которые скупают эти монеты, и потом их можно, и черный, и не черный рынок, на них, этих монет очень много, даже мне, араб Гидалия Шестак рассказал, что его, гис, его, Шурин, он арабы в Хейдере, и он смог купить целый горшок, найденный арабам каким-то, прутот, настоящий прутот, для того, чтобы показывать их потом детям, когда он в Хейдере будет преподавать и рассказывать, что такое пруто, вдруг он их удивит и раздаст всем, они недорого стоят, потому что их очень много, и не очень хорошего качества были, он раздал всем детям по целой, настоящей прутот времен Талмуда, вот это впечатление, вот это воспитание, хинух, пример для, так вот, в книге вдруг я увидел, там были масса монет, и я увидел монеты с оттиском, на которые написано Сан Валат, разумеется, написано это на Ктав Иври, прочитать это невозможно, нормальным образом, как мы уже говорили на одном из наших уроков о Ктав Иври, Ктав Ашури, разница между ними, все, что из этого вытекает, но, простите, таблички, которые существуют во многих книгах, и наверняка можно найти в разных энциклопедиях, по ним можно прочитать слово, Сан Валат, то есть он был пехой, таким же пехой, как и Нехемия, был в Иерусалиме, таким же пехой, как и Эзра был в Иерусалиме, поочередно, и этот Сан Валат, он был, в общем-то, лидером тех негодяй, лидером, вокруг которого сконсолидировались все противники еврейского заселения Святой Земли, там были и арабы, там были и муавитяне, ну, какие-то имена фигурируют под названием Муав, хотя за много лет до этого пришел Сан Хирив и захватив весь этот восток ближний, перемешал все народы и с того момента мы уже не можем утверждать, кто муавитянин, кто амалек, а кто амонитянин или филистимлянин, но разные имена разных нееврейских, по разным принадлежностям к нееврейским народам фигурируют все время, но Сан Валат возглавлял самую большую группу врагов народа Израиля, самаритян и вот этот Йонатан, правильно, Йонатан нехороший, а Йоханан хоширный, этот вот Йонатан и был его зятем, то есть Ильяшиев женил своего сына, по-видимому, первосвященники, коины, что происходило, как было, ну, я иначе не оправдать этих людей, иначе как не сказать, что вот действительно было непонятно, не было четкого, как у нас сегодня есть Талмуд, у нас есть сегодня книги, в которых все уже, мы знаем, что в том споре мы идем по рабящему на Бар-Юхаю, по Рашби, который говорит, что из стиха учится запрет, не только в Айлоти Тхатенбам, не женись на них, в нем имеется ввиду запрет о всех народах мира, наверное, не для всех это было очевидно, не всем это было очевидно, и вот Эзра застает такую ситуацию, что даже первосвященники, и даже коины, и их потомки, их дети женаты на разных самаритянах, и прочих неевреях, и поэтому он зашел в комнату именно к тому Йоханану, который и был коширным, там в 12 главе книги Нехеми, мы видим, что вначале в списке фигурирует имя Йонатана, а потом нет, потом только Йоханан, потому что его отстранили от службы, он затумился, он не коширный для служения в храме. Божьим... Простите, шестой стих. И встал Эзра перед домом Божьим, и пошел в комнату Йоханана сына Ильяшива, и вошел он туда, хлеба не ел, и воды не пил, ибо горевал о преступлениях изгнанников, то есть не потому, что он не полагался на уровень кошерности еды, которая находится в комнате у Йоханана, а потому, что он горевал о преступлениях изгнанников. И огласили в Иудее и в Иерусалиме, что всем сынам изгнание надлежит собраться в Иерусалиме, а у того, кто не придет через три дня, согласно совету сановников и старейшин, отобрано будет все его имущество, и будет он отлучен от общины изгнанников. Вот эти действия были бы невозможными там, в Вавилоне или в Персии. Здесь же, когда есть компактное проживание евреев под одной властью, плюс, помните, Эзра пришел с письмом, с разрешением о том, что он имеет право отстаивать законы Торы и наставлять евреев на правильный путь, и пусть никто не скажет ему, не говори мне, альтагидли, манасот, не учи меня жизненно и не говори мне, что делать, потому что Эзра даже в глазах Персии, даже в глазах персидских властей является главой народа, и ему даны права вот так поступать. С точки зрения Аллахи, с точки зрения нееврейских, понятно, вытащил меч, и можешь рубить налево-направо, если власти это позволяют, если в стране нет еще демократии, которая разлагает эту власть, и соответственно, можно все. А с точки зрения еврейской власти, еврейского закона, на основании чего можно так поступать? Что сказано здесь? Мы только что прочитали, что будет все имущество, будет отобрано у тех, кто не придет. То есть люди пришли с детьми, с женами, все просили все, закрыли лавки, закрыли магазины, предприятия, у кого что было, оставили свои огороды невспаханными, и приходят, все должны собраться в Иерусалим, да еще и в течение трех дней. Даже на дожди, помните, есть вставки в молитве, в молитве Шмуна Исре, даже там дается больше дней, на то, чтобы люди могли дойти до каких-то самых далеких мест проживания. Здесь в течение трех дней все оперативно должны собраться в Иерусалиме, а если кто не придет, все его имущество будет конфисковано. Это будет наказание, на основании чего? Честно заработано имущество. Есть такое понятие эфкер бейзин эфкер. Как бы перевести, суд еврейский имеет право уполномочен отнимать и делать ничейным имущество, или просто отнимать в свою пользу какое-то имущество или имущество одного еврея отдавать, передавать другому. На основании этого и происходит можно реализовать массу законов. Например, когда два человека спорят о какой-то вещи и о принадлежности какой-то вещи и нету доказательств точных о том, ну, кому же она все-таки принадлежит. Нету. Свидетелей двух нету какой-то видеозаписи, что нету отпечатков пальцев, ну, что еще можно сегодня в виде доказательств привести. и тогда могут судьи сказать «Тахлоку» «Яхлоку» пусть они разделят. Что получается? Одного точно обобрали. И это называется честный, справедливый еврейский суд. Самый справедливый суд в мире. Одного здесь точно обобрали. Ситуация была безвыходная, может быть, вообще никому. Нет, вот можно, и еврейский суд может так делать. Почему? Потому что откуда все это проистекает. Поясняет Ран, есть книга такая, сборник дрошот Рана, сборник выступлений толкований Торы Рана, рабыну Нисим, один из решений. И в одиннадцатом, там всего очень длинный дрошот, всего, по-моему, и двадцати дрошот даже не доходит. В одиннадцатом дроша, в одиннадцатом друши, он объясняет понятие царской власти, то есть мишпатэймэлях, суд, царский суд, оказывается, объясняет Ран, что все законы Торы, наказания, которые мы находим в Торе, они не несут характер усмиряющий, приструняющий, то есть устрашающий, то есть когда еврей украл корову, за нее он должен заплатить в пять раз больше. Если его поймали, если он успел продать, заработать на этом керен ее, то есть ее стоимость, он должен заплатить какой штраф, не ее стоимость вернуть, а в пять раз больше. Тюрьма, нет, нет, никаких сроков, ничего. И вот выступает этот еврей после оглашения, решения суда, он встает и говорит, можно мне последнее слово, и он говорит такую вещь, конечно же еврейский суд, самый справедливый суд в мире, но я как воровал, так и буду продолжать воровать. Почему? Потому что это дело выгодное, дело прибыльное. Смотрите, я украл в своей жизни тысячи коров, это моя специальность. Кто не знает, я не при всех, не при свидетелях, заявляю без ответственности, но заявляю, я делал это много раз. Заработал, скажем, если корова стоит тысяча шекелей, заработал сто тысяч шекелей, украв, нет, тысячу коров украл, тысячу тысяч украл, сколько он заработал. Один раз меня поймали, что мне заплатить нужно за нее? В пять раз больше? Это не остановит человека. Хорошо, что у нас получается? Что законы Торы, на первый взгляд, они не совсем справедливы. Объясняет Раан, что законы Торы или вот те наказания, которые мы видим в Торе, их цель вообще не запугать людей, не остановить, не предотвратить следующее преступление. И они несут в себе одну, имеют в себе одну цель. Сделать так, чтобы этот человек получил искупление. То есть в небесном досье у него этот грех вычеркивается. Человек, который украл овцу и должен заплатить уже за нее не пять раз, а четыре раза больше, вот когда он это сделал, у него на небесах больше этот грех не числится. Хорошо, а что же тогда с порядком? Ведь есть правило, есть такое, высказывание наших мудрецов, если бы не страх перед царями, перед властью центральной, централизованной, упорядоченной, то тогда бы близкие, то есть люди бы друг друга пожрали бы живьем, без соли и специй. Это мудрецы не говорят, это мое добавление. Получается тогда, кто же на них будет действовать как усмиряющий какой-то фактор, царь, оказывается, что учат наши мудрецы, Иран приводит источники, откуда это учат, царь может судить и на основании одного показания. И царь может судить людей, которых масса алиби, как сегодня это принято у бандитов, когда они договариваются с какими-то людьми, которые скажут, могут потом засвидетельствовать, что в это время, когда произошло какое-то убийство, в котором меня будут, его будут подозревать, ты, пожалуйста, скажи, что в это время мы были вместе в том-то ресторане, или еще в каком-то месте. И тогда человек обставит себя массой алиби, просто неуязвим. Но царь, который знает, что вот есть такой Дон Корлеоне, который сидит с палочкой и у нор, на самом деле, как за нитки, как в театре марионеток, посылает массу людей на целое убийство. Если царю известно, что этот человек, он действительно виновен и действительно является главой мафии или просто убийца, не нужны два свидетеля, царь может взять его, повесить, убить, другим способом, каким захочет, наказать. И таким образом царь наводит порядок. И рассказывается в Талмуде. Талмуд комментирует стих царя Давида. В 22-м псалме в Таилим, 22-й, кажется, стих 21-й, царь Давид говорит «Спаси мою душу от меча и от собаки, душу мою единственную». Собаки, чем тебе собаки, чем Давиду собаки, мешают или «Какой собаке боится Давид?» «Келев ехидати» там сказано. Так я помню. И объясняет, Гмара приводит историю, что один еврей увидел двух других евреев, которые совокуплялись, прошу прощения, с собакой, занимаясь зоофилией. За это он подошел к ним и сказал, что «Я на вас подам, ну я расскажу о вас, о том, что вы делали». И тогда два этих еврея сказали, два этих негодяя, сказали, что «Ой, нас же сейчас Давид казнит, если он донесет это до Сангедрина». Они его опередили. Пошли и сказали, что он, наоборот, это он делал. Его казнили. Потом, через время, невинного человека казнили по свидетельству этих двух, по донесению этих двух евреев. И потом Давид, узнав о том, когда правда раскрылась, он переживал об этом и написал «Избавь меня всевышний от ошибок таких судьбоносных, когда я невинного человека был вынужден казнить». Спрашивают комментаторы, а чего они боялись эти два еврея? Что этот один еврей может в суде сказать, что они вот устраивали здесь такие оргии с собакой? Это же он же один. Нужны два свидетеля, которые видели очевидно, что они знали, что царь, если может, если, допустим, этот еврей достойный, все его знают, что он достойный человек, он просто возьмет и примет это свидетельство на свой страх и риск и своей, данной ему властью, данной Тору ему властью, он возьмет и казнит этих двух негодяев. Поэтому вот они и боялись этого. Было чего бояться. Поэтому и Эзра говорили, что я имею защиту со всех сторон. И с точки зрения Торы мне разрешается заниматься своим управством, своим властьем, когда я хочу устроить какую-то чистку, устроить, наводить порядок в рядах народа Израиля, проживающего в границах Святой Земли. И также со стороны персидских властей у меня есть документы, позволяющие мне поступать так. и евреи, как вы думаете, кто-то не пришел, пришли все. Пришли все. На этом наше время подошло к концу. У нас осталось немного. Следующий урок мы посвятим окончанию книги Эзры. И возможно, начнем книгу Нехемии, если сможем вложиться в временные рамки. Спасибо за внимание. Продолжайте оставаться с нами и на протяжении уроков, которые будут также интересны, я надеюсь, как и на книгу Эзры. И до свидания, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok